Добрый день! Меня зовут Татьяна Георгиевна Богданова. Я работаю медсестрой по массажу в этом центре медицинской реабилитации с первых дней его существования. Хочу вам рассказать о методах лечения, о методиках, которые у нас проводятся и об оборудовании. Наш центр оснащен очень хорошим оборудованием, робототической техникой, различными физиотерапевтическими новыми аппаратами, которые очень хорошо влияют на пациентов. И пациенты при выписке практически все уходят с улучшенным результатом. У нас такая создана бригада неврологи, травматологи, массажисты, физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры, реабилитологи. Мы все работаем, у нас такая одна большая семья дружная, которая направлена только на дно, чтобы восстановить наших пациентов. В роботическом зале очень много аппаратов, которые улучшают движение пациентов после долгого, допустим, пребывания, каким-то обстоятельством человек, либо после травмы, либо после операции, долго лежит, не может ходить, мышца ослабевает. И вот мы комплексно каждому пациенту подбираем лечение. Потом вы ознакомитесь с этими аппаратами всеми. Вот этот, например, Акварелакс у нас есть прекрасный. Мы находимся в массажном кабинете. Вот этот аппарат Акварелакс, бесконтактная гидромассажная ванна. Применяется при заболеваниях центральной нервной системы, таких как вегетативные расстройства. При диабете очень хорошо, поскольку за счет движения этой волны улучшается микроциркуляция ткани, улучшается трофика. Но вообще он больше направлен именно на микроработу микроциркуляции. И название Гарри-Варри само за себя – релакс. То есть люди после психологических травм каких-то очень хорошо восстанавливаются. И также мы с вами еще пройдем в гидромассажную ванну, в которой там еще подключена хромотерапия. То есть воздействие на кожный рецептор под действием света. Каждый свет воздействия на кожу, тем более в воде, как проводник, очень хорошо влияет за счет своего чисто света. Синий одним действием обладает, красный другим, зеленый третьим. И в зависимости от различной патологии, принимая ванну с гидромассажными элементами, пациент также получает хромотерапию. Еще там есть вытяжение лечебного позвоночника, гидромассажный душ для снятия тоже стресса, очень хорошо влияет. И можете ознакомиться, пройти физиотерапию, кабинет физиотерапии. Там у нас много различных для снятия болевого синдрома аппаратуры, для снятия воспаления, лазеротерапия. И различные комплексы бывают при отеке, применяются лимфодренажные оборудования. А в залах роботической техники, и это отдельная, как говорится, история, вам нужно с ней ознакомиться. Уже, может быть, вам расскажут там про нее уже непосредственно при включенном в этом оборудовании более детально, и вам будет очень интересно с этим ознакомиться. Главное, что результативность всего нашего лечения у нас очень хорошая. Довольны мы, довольны пациенты. И, так сказать, желаем, чтобы к нам больше приходили. Мы всем поможем. Вот эта гидромассажная ванна используется для того, чтобы снять мышечный тонус у пациентов. И мы их погружаем в ванну. И вот этим шлангом струя от 2 до 6 атмосфер массируется под водой у человека. И, соответственно, параллельно подключается хромотерапия, которая тоже работает. И еще вот здесь есть для лечебного вытяжения оборудование. Пациентам с различными заболеваниями позвоночника, посттравматические и различные какие-то, может быть, даже иногда и косметические дефекты, которые у нас тоже очень пользуются большим спросом. Поэтому эта ванна у нас очень востребована. Добрый день. Меня зовут Корнева Любовь Вячеславовна. Я врач-косметолог и драматолог. В рамках нашего кабинета мы имеем большое количество аппаратов, которые могут помогать нам и нашим пациентам делаться красивыми, молодыми, здоровыми и счастливыми. Мы занимаемся здесь косметологией аппаратной и инъекционной. Аппаратная косметология у нас представлена аппаратом Дрей, лазером Паламар, фуллскин, который выполняет у нас лимфодренажный массаж. То есть у нас представлен практически весь полный комплекс и спектр услуг, которые непосредственно должны помочь нашим пациентам выглядеть красиво, молодо и здорово. Для того, чтобы были счастливыми и хорошими. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Гаркаве. Я заведующий отделением амбулаторной реабилитации Сеченовского университета. Центр реабилитации в нашем университете был построен в 2016 году. Включает в себя 4,5 тысячи квадратных метров и два отделения. Амбулаторное, которым заведую я, и стационарное, где мы сейчас находимся. Мы реабилитируем пациентов различного профиля, начиная с ортопедических пациентов, которые перенесли различного рода хирургические вмешательства по профилю ортопедия. Это эндопротезирование крупных суставов, операции на позвоночнике, различные артероскопические вмешательства и так далее. И также пациентов, перенесших инсульт, как в остром периоде, так и после него. Наш революционный центр обладает огромным количеством различного рода оборудования, о котором мы и хотели сегодня вам рассказать. И в первую очередь хотелось бы рассказать про вот этого робота. Это Локомат-Про. Одна из самых часто используемых у нас машин. Это довольно известное оборудование во всем мире. В России его довольно много где поставлено, довольно много где работает. Для чего это нужно? У пациентов, у которых есть нижний парпарес или нижняя даже параплегия, то есть когда ноги у пациентов не двигаются по тем или иным причинам или двигаются крайне плохо, мы используем вот это оборудование. Открывается одна из частей этого робота. Сюда встегивается пациент. Эта часть дублирует его бедро, эта часть дублирует голень. И сюда вставляются стопы нашего пациента. Машина после этого закрывается, опускается немножко ниже и включается беговая дорожка, которая есть внизу. Пациент выполняет минимальное доступное ему движение внутри этого ортеза, внутри этих ортезов. Далее робот дошагивает за него полный шаг, имитируя таким образом нормальную походку. Это позволяет вертикализировать пациентов, которые не могут самостоятельно стоять на ногах по тем или иным причинам, и позволить головному мозгу использовать такой механизм, который называется нейропластичность, когда соседние структуры головного мозга, здоровые структуры, частично замещают функции пораженных структур. Вот зачем нужна эта чудесная машина. Следующее оборудование – это Armeo Spring от той же самой компании Hacoma. Это робот для верхней конечности. Здесь мы стараемся использовать его у пациентов, которые также перенесли инсульт, или которые болеют различного рода нейропатиями, затрагивающими верхнюю конечность, нарушающими функцию верхней конечности. Робота можно использовать как для правой руки, так и для левой. Как вы видите, здесь система разрезов существует. Рука пациента встегивается в систему, удерживается на среднефизиологичном уровне, и с помощью вот этого манипулятора, который реагирует на давление, пациент играет в компьютерную игру, которая отображается на экране. Таким образом мы стараемся максимально приблизить движение, которое выполняет пациент, максимально приблизить к нормальным, опять же используя нейропластичность нашего головного мозга для максимально быстрого восстановления функции. Следующее наше оборудование – это перчатка для разработки мелкой моторики. Все перчатки на данный момент находятся у пациентов, потому что они подгоняются индивидуально. Смысл в том, что когда мы перчатку надеваем на руку, внутри есть тросики, которые реагируют на растяжение. И механизм этот чувствует, насколько растянулись тросики внутри, и тем самым мы подаем сигнал компьютерной программе, и пациент также играет в определенного рода игры, что такая геймификация стимулирует вот эти процессы нейропластичности в головном мозге, что доказано уже неоднократно. Поговорим про разработку мелкой моторики. Это очень интересный прибор, называется MediTutor, и мы используем его для разработки мелкой моторики. Здесь, внутри этого механизма, встроены тросики на каждый палец, которые при растяжении подают сигнал, который распознается основным блоком, и подает его на компьютер. На компьютере существует определенная программа, игра, в которую пациент может играть разными пальцами, манипулируя своим героем или предметами, которые находятся внутри. Эта геймификация также запускает процесс нейропластичности, который впоследствии может дать нам максимально возможное, в данном конкретном клиническом случае, максимально возможное восстановление функции мелкой моторики кисти. Также в нашем центре мы занимаемся реабилитацией пациентов после ампутации верхних конечностей. Есть несколько компаний в нашей стране, которые производят эти экзопротезы, как бионические экзопротезы, так и стандартные, классические, которые не несут какой-то особенной функции, которые не делают ничего особенного, но просто косметически замещают потерянную конечность. У нас есть определенные протоколы, которые разработаны совместно с некоторыми компаниями, производителями этих протезов. Революционные протоколы, которые помогают нашим пациентам максимально быстро освоиться, получить необходимый навык использования этого протеза в быту. Это очень важно. В следующем году мы рассчитываем на то, что у нас получится запустить коллаборацию у нашего университета, запустить коллаборацию с одной из компаний, которая производит бионические экзопротезы. Пока только верхних конечностей, но я думаю, что они придут рано или поздно и к бионическим протезам нижних конечностей. Если у нас все получится, это будет новая веха в развитии медицинских услуг нашего университета и вообще в нашей стране, потому что это очень редко, когда предоставляется в комплексе изготовление бионического протеза, его подгонка и реабилитация сразу после того, как его поставили пациенту, реабилитация сразу после его установки для максимально быстрого и комфортного привыкания пациента к новой бионической конечности. Добрый день. Меня зовут Шпот Евгений Валерьевич. Я заведующий онкологическим и урологическим отделением 1-го Московского медицинского университета имени Сеченова, сокращенно Сеченский университет, профессора кафедры. В настоящее время мы находимся в роботической операционной. За мной находится пациент. В настоящее время мы выполняем достаточно, наверное, одной из самых сложных операций нашей практики. Это операция по удалению мочевого пузыря и формирование нового мочевого пузыря из тонкой кишки. Другими словами, это ортотопическая пластика или операция Штудера. У нас двухконсольная система, очень удобная. Это позволяет работать одновременно двум хирургам или проводить обучение курсантов. Такой вид операции, в частности роботической, он позволяет очень рады пациентам реабилитироваться, получать очень хорошие и функциональные результаты, и, что самое главное, онкологические результаты у такой категории пациентов. Добрый день, дорогие друзья! Вы сейчас присутствуете в клинике урологии Сеченовского университета, одного из старейших университетов России. Притом наша клиника одна из старейших клиник не только России, но и Европы. Нашей клинике на настоящий момент более 150 лет. И вы сейчас присутствуете на территории межклинического роботического центра высокотехнологичной хирургической помощи. На базе нашего центра проводятся роботические операции по различным хирургическим специальностям. По урологии, по хирургии, по таракальной хирургии, по коллупрактологии, по гинекологии, таракальная хирургия. То есть это большинство специальностей, которые выполняют здесь различные пособия различной степени сложности. В основном, конечно, это сложные пособия, которые требуют каких-то реконструктивных больших вмешательств. В год в нашем центре проводится около 400 операций. То есть, сами представляете, это большой объем. И в день минимум проходят 2-3 операции. И в связи с этим 5 дней в неделю, и в связи с этим вот такой большой объем оперативной помощи. При этом оперативная помощь пациентам оказывается как жителям нашей страны, в России, так и иностранным гражданам, которые приезжают к нам со всего мира. География у нас широка, начиная от Австралии, как ни странно, заканчивая Америкой. У нас бывали пациенты, которые из Англии, из Америки, по каким-то причинам им там не могли выполнить такой объем операции, который мы выполняем здесь. Принимая во внимание такую интенсивность работы центра, и учитывая, что у нас есть много специальностей, поэтому в день у нас проходит операция, каждый день в неделю разделен на операции по клиникам, по нозологии. Вот сегодня день помощи урологических врачей, у врачей-урологов. Вы уже успели понаблюдать операцию ароматическую радикальную циспроостатоктомию, да, и формирование искусственного мочевого пузыря. Это сложная пластическая операция. С утра была операция немножко другая в первую очередь. Была операция по проостатоктомии. Завтра у нас день врачей-урологов, гинекологи выполняют свою операцию. В среду у нас придут коллапрактологи, и так изо дня в день, исключая только субботу-воскресенье, потому что в эти дни приходится готовить нашу роботическую стойку к выполнению операции в другие дни. Это требует помывки, подготовки, каких-то технических наладок. Поэтому вот в таком объеме у нас проводится здесь помощь. Добрый день, глубоко уважаемые друзья. Меня зовут Павлов Павел Владимирович. Я руководитель эндоскопического отделения Сеченского университета. Это старейшее медицинское учреждение нашей страны. Университету 260 лет. 260 лет университет является лидером в отечественной медицине, здравоохранении, обучении медицины. Мне посчастливилось уже который год руководить этим отделением. Эндоскопическое отделение наше очень новое. Мы открылись совсем недавно. Раньше здесь его не было. И сейчас мы выполняем все самые большие, все самые интересные, самые сложные оперативные диагностические вмешательства, которые существуют в настоящий момент в эндоскопии, в гастроэнтестинальной эндоскопии в мире. То есть для нас нет каких-то специальных, каких-то больших сложностей в выполнении диагностики на высоком уровне. Мы, если видно на экране, мы очень хорошо оснащены. В настоящее время у нас есть оборудование самого последнего поколения. Это всех различных производителей, которые позволяют нам визуализировать самую раннюю, самую подчас малозаметную или невидимую патологию на раннем этапе, выполнять диагностику и лечение этой патологии и очень быстро возвращать пациента обратно в строй, к его семье, к его работе. То есть мы лечим ранние раки желудка, естественно, поздние раки желудка, мы лечим толстую кишку, 12-перстную кишку, перфорации, кровотечения, ахолазии, поймы. Вот все-все-все, о чем вы слышали, читали, все в настоящее время может быть выполнено в наших условиях. Все вмешательства мы выполняем под наркозом. Все это делается во сне, все это делается на самом современном уровне. Я, как руководитель отделения, а также все мои врачи, специалисты, все проходили зарубежные стажировки в ведущих клиниках мира, Европы, Северной Америки, Израиля. То есть мы знаем, как это должно работать, мы видели, как это работает. И сейчас это работает, это отлично работает, как мне кажется, и в наших условиях. Мы были бы очень рады видеть новых пациентов в наших стенах. Мы находимся во второй университетской клинической больнице, которая является подразделением клинического центра. Клинический центр – это лечебная база Сеченовского университета, первого московского медицинского университета имени Сеченова. Располагали лечебной базой более трех тысяч коек, 720 из них, 720, то есть почти четверть, это находится во второй университетской клинической больнице. Наша больница является многопрофильным лечебным учреждением, и состоит она из семи клиник. Это клиника акушерства и гинекологии имени Снегирева, это клиника урологии имени Франштейна, это клиника колопроктологии, клиника гастроэнтерологии и пропедевтики внутренних болезней имени Василенко, клиника эндокринологии, клиника кожных и венерических болезней имени Рахманова и Центр медицинской реабилитации. Эти семь клиник, на их базе располагаются, собственно, и семь одноименных кафедр университета, тем самым обеспечивая единство учебного, лечебного и научного процесса. В нашей больнице работают такие мировые имена, такие мировые ученые и врачи, как Петр Владимирович Царьков, это известный колопроктолог, он является председателем российского общества колопроктологов, это Владимир Трофимович Ивашкин, он является главным внештабным гастроэнтерологом Министерства здравоохранения Российской Федерации, возглавляет клинику пропедевтики внутренних болезней. Это Леонид Михайлович Рапопорт, является директором клиники урологии. Это Ищенко Анатолий Иванович, он является руководителем кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета, возглавляет клинику акушерства и гинекологии. Клинику кожных болезней возглавляет Олисова Ольга Юрьевна, Центр медицинской реабилитации, кафедра спортивной медицины, там находится ее возглавляет Ачкасов Евгений Евгеньевич и руководитель центра Терновой Константин Сергеевич, а также клиника эндокринологии, возглавляемая также член-корреспондентом Российской Академии Наук Фадеевым Валентином Витальевичем. Все семь клиник входят в состав больницы, суммарно, еще раз повторюсь, коечным фондом располагая 720 коек. На базе нашей больницы мы располагаем также, помимо клиник, естественно, нам помогают и диагностические подразделения. Мы в своем составе имеем прекрасное эндоскопическое отделение, которое возглавляет также доцент кафедры хирургии медико-профилактического факультета Павлов Павел Владимирович. И в последнее время все больше и больше он уделяет внимание различным эндоскопическим хирургическим вмешательствам. То есть эндоскопическое отделение – это не чисто классическая эндоскопия, гастро-эклоноскопия. Это и лечение и удаление раннего рака, как желудка, так и кишечника. Это различные под рентген-контролем вмешательства на желчевыводящих путях. Это эндосонографическое исследование, то есть ультразвуковое исследование, которое выполняется через фиброгастроскоп, позволяющее оценивать и очень детально и внимательно осматривать различные участки, измененные в поджелудочной железе, включая даже произведение биопсии через стенку тонкой кишки. Мы располагаем двумя компьютерными томографами 640-срезовыми, которые позволяют нам добиваться качественного изображения. Мы располагаем в компьютерном кабинете денситометрии, возможно сделать денситометрию, взять плотность костей. А также мы располагаем возможность в кабинете компьютерной томографии делать биопсии, включая даже малоинвазивные процедуры, например, криоабляцию опухоли почки. Помимо этого клиника урология располагает установленным там роботом DaVinci с 2015 года и уже накоплен большой объем операций. Мы в год делаем больше 300-350, наверное, операций на роботе DaVinci. И спектр операций расширяется от года к году. То есть это первоначально были роботические, роботосистированные радикальные простатоктомии. Сейчас это и нефрактомии, и резекции почки, и пластики лоханочно-мечточниковых сегментов. Гинекологи оперируют на роботе проблемы с матками, миомы матки и так далее. Колопрактологи оперируют, делают геморезекцию на роботе. То есть робот у нас активно используется. Также приходят хирурги, делают какие-то операции на желудке также с использованием робота. Система работает исправно. Поток пациентов на роботические операции с года в год становится все больше и больше. На самом деле преимущества этих операций, они налицо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok